18-летний житель Твери и его 19-летний подельник задержаны сотрудниками уголовного розыска по подозрению в пособничестве мошенникам. Преступления совершались по схеме «родственник в беде». Полицейские выяснили, что на счету 18-летнего курьера не менее 11 случаев обмана пожилых людей, а на счету его коллеги по цеху не менее 5. Общая сумма причиненного ущерба составила около 4 миллионов рублей. Полицейские просят граждан быть бдительными. Запомните, мошенничество, совершаемое по схеме «родственник в беде» — это стандартная уловка аферистов. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Следует знать, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействия является уголовно наказуемым деянием. Позвоните родным, напомните им об этой схеме обмана, разъясните алгоритм действия, оставьте на виду номера телефонов ближайших родственников, социального работника или дежурной части полиции. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь противоправную деятельность, выявить участников схемы мошенничества и привлечь их к уголовной ответственности. Правоохранители напоминают, работа курьером по доставке денег квалифицируется как мошенничество. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. По каждому эпизоду обмана возбуждены уголовные дела. Следственный комитет предупреждает, в Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета полиции ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета ФСБ МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудникам Следственного комитета ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки!